Друзья, всем привет! С вами Ваня Фросинюк и сегодня у нас рубрика Zemex Advice, первый выпуск. Я напомню, что в рубрике Zemex Advice, советы от Zemex, мы будем разговаривать о мелких аксессуарах, крючках, лесках, монтажах и прочих мелочах, которые помогают нам показывать хорошие результаты на соревнованиях и просто на обычных рыболовных сессиях. Первый выпуск я решил посвятить монтажам, причем не только спортивным, но и обычным и рассказать, от каких монтажей я начинал, каким, в принципе, пришел и до сих пор пользуюсь на соревнованиях и на простых рыбалках. Начну с самых обычных монтажей. Сразу скажу, что я большой поклонник паттерностера, обычного петлевого. Ловил я им очень долго, до 2011 года, когда впервые поехал на чемпионат мира в Италии и узнал, что вынужден буду ловить другим монтажом, скользящим, минлайном. И уже постепенно стал переигрывать свои монтажи. Начну я с обычного паттерностера, которым ловил 100 лет. Почему я его покажу? Потому что дальнейшие монтажи инлайна у меня базируются именно на этом монтаже. Так, ну, грубо говоря, это у меня будет мой шнур. Я сегодня что-то уже не нашел, но у меня есть дренант, поводковый карповый материал. Он мне, в принципе, не нравится, поэтому я его буду использовать в качестве шнура. Вот. Плюс паттерностера в том, что вяжется он за считанные секунды. То есть мы берем, делаем петлю, которая нам нужна, это порядка 7 сантиметров. Наматываем и пошли делать просто как обычный узел. Раз, два, три, четыре, допустим, пять. Все, и плавно затягиваем его. Лучше смачивать, как все рыболовы делают. Затянули, получили вот такую вот петельку. Никуда он у нас не девается. И на вот этой вот оставшейся леске вяжем также обычную петлю. Здесь можно не заморачиваться без восьмерок, без ничего. Просто, просто петельку. Я свои рыболовные ножницы забыл, поэтому сегодня купил обычные в магазине рукоделия, где, кстати, покупал и бусинки. К ним мы, кстати, сейчас тоже придем. Вот он, самый банальный. Кстати, можно было даже подлиннее сделать вот этот вот отвод. Сюда ставим вертлюжок, сюда ставим поводок. Рыба была поймана на этот монтаж очень много. Но, повторюсь, до момента, пока я не поехал на первый чемпионат мира. Почему я решил вам показать этот монтаж? Потому что дальнейший мой монтаж, которым я ловил последующие несколько лет, выглядит вот так. Это все то же самое, полная копия. То есть, отвод на кормушку, отвод на поводок. Единственное разное, что они между собой скреплялись обычными двумя бусинками. Монтаж уже, соответственно, стал скользящим. Он в законе. Ну, я его сейчас продену, чтобы было видно, как он работает. Условно, это будет наша мейнлайн, основная леска. Мы вначале продеваем. Свою отвод на кормушку. И дальше завязываем. Ну, здесь у каждого свои узлы. Я вяжу узлом, не помню, как называется. То есть, мы берем петельку, задерживаем ее и пошли. Раз виток, два виток, три виток, условно четыре виток. Берем петельку, которую мы задержали. Продели. И в петельку вторую. Все это тоже желательно смочить. Ну, сейчас я не буду этого делать. И затянули. Оставшийся хвостик убираем. Вот что у нас получается. Монтаж прекрасно скользит. Ничего с ним не случается. Великолепен в плане запутывания. Они практически отсутствуют. Потому что, повторюсь, это полноценная копия паттерностера в скользящем исполнении. Ловил этим монтажом очень-очень долго. Потом начал выдумывать что-то еще. И сейчас перейду ко второму варианту монтажа. Я уже здесь его навязал. В принципе, узлы, я думаю, понятны. Второй вариант. Что я в нем заменил? Я убрал нижнюю бусинку. И поставил вместо нее маленький-маленький вертляжок. То есть максимально мелкого размера, который вы просто сможете найти в магазине. Почему я это сделал? Мне показалось, что это немножко поудобнее. Все-таки вертляжок прокручивается. Он совершенно не спасает, допустим, от того, что вы на сайте 5 опарышей будете выматывать со скоростью света. Точно нет. У вас точно так же закрутится поводок. Но в целом мне показалось, что это немного практичнее, чуть-чуть удобнее. Я остановился вот на таком монтаже, если мне нужен жесткий контакт с рыбой. Если мы ловим крупную рыбу тонкими поводками, что мы делаем? Соответственно, вот этот отвод на поводок мы его заменяем на фидергам. Тут я уже тоже завязал. Еще один вариант уже с резиной плюс со стопором. Многие спортсмены используют в этом монтаже еще дополнительный стопор. Они подгибают вот этот вертлюг. Я его не подогнул. Можно подогнуть его немножко плоскогубцами. И в этом случае стопор должен полностью, ну не полностью, практически на две трети поглотить его. Получится, останется просто небольшое вот это вот колечко с узлом. И это будет некое подобие аксессуара Drenal Stop Beats, который тоже делался 100 лет назад. Это резинка, которая просто натягивалась полностью на вертлюжок и скрывала его внутри себя. Честно скажу, я пробовал монтаж и со стопором, и без стопора. По факту стопор должен препятствовать разбиванию узла. Сколько ловил, я честно могу сказать, у меня один раз всего был обрыв монтажа именно на узле вот здесь вот. И это было, сейчас скажу, на ночной федерной лиге, когда я тащил забагренного крупного леща. И вот на каком-то определенном рывке он мне просто оторвал весь монтаж. Но нужно дать должное, я не менял шок-лидер порядка там 80 рыбалок. И то, что у меня, грубо говоря, случился вот этот вот обрыв. Не факт, что узел был разбит, может быть по другим причинам. Но обрыв был на монтаже. Поэтому, ну, можно пробовать со стопорами. Я попробовал несколько раз. Я, честно, не заметил никакой разницы. Но решил вам все-таки сказать, что такой вариант тоже есть. Собственно говоря, второй монтаж, это также монтаж с отводом и уже с фидергамом. О фидергаме конкретнее скажу. Я применяю фидергам компании Mauer. 6-7 мм в зависимости от той рыбы, которую буду ловить. Но многие спортсмены и рыболовы-любители используют вот такую вот, ну, их много видов, но условно вот бисерную резину. В принципе, тоже очень долгое время использовал. Стоит она сущие копейки. Там есть варианты, которые лучше подходят для рыбной ловли. Есть варианты, которые подходят хуже. Но, тем не менее, там, грубо говоря, на какие-то там 500 рублей можно набрать все, которые есть, и уже выбрать для себя те, которые вам подходят. В принципе, ну, это имеет тоже право на жизнь. Но все же фирменная резина от Mauer или от других производителей, она держит чуть больше разрывную нагрузку. Ну, чуть-чуть интереснее, как по мне. То есть сейчас я пользуюсь фирменным фидергамом. Однако, выбор за вами. Так, я уже поговорил о монтажах с отводами. Действительно, люблю. А, еще один отвод у меня есть. Очень сейчас стали популярными вот такие вот отводы. Жесткие. Жесткие, по мне, немножко громоздкие. Они есть и фирменные. Вот я взял специально, чтобы вам показать там от компании Гуру. Плюс от разных других компаний они также есть. Мода на них сейчас пошла. Говорят, что совершенно не путается вот с таким вот именно отводом. Я, честно говоря, пробовал. Ну, у меня и этот монтаж крайне редко запутывается. И все же по мелкой рыбе, ну, я считаю, что вот эта вот палочка, она более громоздкая, нежели просто кусочек шнура. Поэтому, ну, личное дело каждого. Вот по крупной рыбе, да, я думаю, что действительно можно его использовать и никаких проблем не будет. При ловле мелкой рыбы, там, условно до 100 грамм, у нас много соревнований проходит по мелкой рыбе. Поэтому я все-таки стараюсь делать монтаж поделикатнее. Хотя рекомендую тоже попробовать сделать свой выбор. Что касается монтажей без отвода. Я, честно говоря, ловлю ими редко. Но они бывают. И первый случай – это когда мы ловим в условиях, когда очень много мусора. Это бывает либо на течении, когда несет грязь, такое часто случается. Либо просто в условиях большой растительности, обильной. То есть любой дополнительный элемент монтажа, такой как отвод, он набивается грязью и доставляет лишних хлопот. В принципе, в целом монтаж не меняется. Вот я на примере монтажа с фидергамом. Я просто отсюда снял отвод. И возьму такую застежку. Я, кстати, применяю застежки такого плана. Они без усиков. В принципе, большинство спортсменов их используют. Они не цепляются, не запутываются. То есть никаких перехлестов здесь не случается. То есть мы берем вот эту застежку. И также просто ее на основную леску надеваем. Вот он, собственно говоря, монтаж. Просто застежка упирается в вертлюжок. И здесь дальше фидергам. Когда я применяю еще монтаж вот такой вот. Он на самом деле выглядит достаточно громоздко. Ну, типа вроде как и здесь вертлюжок, и здесь вертлюжок. Но первое, это когда я ловлю на дальних дистанциях вот такого плана кормушкой. Ну, неважно, они могут быть вот такими. Могут быть вот такими. Это кормушки с дополнительным коромыслом. То есть в этом случае, если применять отвод, то этот отвод нужно делать очень короткий. В противном случае вам придется использовать либо фидергам, либо ваш просто отвод на поводок. Очень-очень длинный. Поэтому реально в этом случае есть смысл ловить без отвода. Так как само вот это вот коромысл, оно уже прилично уводит кормушку от резины, либо там отвода на поводок. Вот как оно все выглядит. То есть дальнобойные ситуации я действительно часто ловлю без отвода. И повторюсь, когда очень-очень много водоема мусора. В оставшихся случаях я все-таки отдаю приоритет монтажам с отводом. Так, еще кое-что. Вот касаемо вот этого монтажа, вертлюг-вертлюг, есть еще одна ситуация. Это ловля в очень сильных, брутальных, так скажем, условиях. Большие реки, мощное течение, тяжелые оснастки. И почему именно вертлюг-вертлюг? Потому что и бусинки, в принципе, могут развиваться на тяжелых весах. И он сам по себе надежнее. Но в случае тяжелых весов, то есть это 120-140 грамм, ребята, которые ловили на реках. Днепр, Дунай, Днестр. То есть, действительно, где течение заоблачное. Я применяю вот такого вида застежки. Они гораздо мощнее. Они есть просто в очень брутальных исполнениях с какой-то невероятной разрывной нагрузкой. У них есть минус, конечно, по сравнению с этими застежками. Бывает, что вот здесь вот за колечко может подзахлестнуться ваш отвод. Могут они запутаться. Это случается нечасто, но речь все же идет о ловле на течениях. Там, как правило, течение сразу подхватывает поводок, и все это хорошо выпрямляется. Я всегда на Днестре ловил усачей, тарань, подустов, крупную хорошую речную рыбу. Я всегда использовал вот такую застежку с вертлюшком. И также вот этот монтаж вертлюг-вертлюг, потому что он выдерживает просто колоссальные нагрузки. Единственное, что в этом случае вот этот вертлюг, который я использую для обычных условий, я выбираю самый маленький, в случае тяжелых мощных весов я его ставлю тоже такого, ну, размера чуть побольше. И желательно выбирать фирмы-производитель, который указывает разрывную нагрузку. И вы уже примерно будете понимать, что вы можете работать очень брутальными снастями. Здесь я особо в таких условиях не ловил. У меня были соревнования в Воскресенске, где я использовал кормушки 90 под тем берегом. Ну, это край, в принципе. До 100 грамм можно использовать обычный бисер с отводом, без отвода, как угодно. Но если вам доведется ловить в условиях мощных рек и тяжелых монтажей, вот такой простой монтаж вертлюг-вертлюг, он вам поможет. Так, вернусь к своим любимым отводам. Я, в принципе, вам рассказал уже все вариации, которые были. Единственное, что вот еще вот момент, что на паттерностре идет двойной, двойной шнур. Вот здесь у меня тоже на всех отводах, я его использую в двойном исполнении. Я его чуть-чуть подкручиваю, делаю такого своего рода скрутку. Поэтому я решил вам на всякий случай еще показать. Узлы такие же банальные, которые я использую везде, но я все же покажу на примере бусинки. Я беру бусинку. Бусинку, кстати, покупаю в любом магазине рукоделия. Сегодня вот я зашел, взял там пять видов, они из разных размеров, поменьше, побольше. У меня какие-то тохо битс, причем даже написано, что японские. Стараюсь выбирать бусинки темные, потому что, ну, как бы, ходит молва, так скажем, что если бисер будет яркий, там, неважно, желтый, перламутровый, то рыба может у него там, так скажем, поклевывать, тыкать, как это происходит при зимней ловле на безмотылку. Я не знаю, правда это или нет, в принципе, но на всякий случай использую темную бусинку и надеюсь, что мой лещ на точке будет клевать в мою насадку, а не в бусинку. Вот. Ну, в принципе, использую абсолютно тот же узел, который я показывал ранее. Я задерживаю вот здесь вот петельку, но оставляю очень большой хвост, потому что дальше это будет весь мой отвод. То есть мой отвод там порядка семи сантиметров, допустим, я буду делать сейчас. Вот. Я задерживаю лучше с запасом, потом его можно будет подрезать. Я так же беру, вот здесь вот петлю зажал и пошел. Раз, два, три, четыре, пять. Продеваю в петлю, которая у меня образовалась, и в петлю, которая во вторую. Все это затягиваю, вот что у меня получается. Узел и вот такие вот два хвостика. Теперь я беру, уравниваю, чтобы эти хвостики были одинаковые. Их можно, в принципе, не скручивать, да, как это у нас происходит на обычном паттерностере. Ну, я почему-то делаю такую небольшую скруточку. Она может раскрутиться, в принципе, но меня это меньше всего волнует. Мне важно, что эта часть шнура, она у меня двойная. Ну, то есть абсолютно полная имитация паттерностера. И сейчас я беру эту бусинку. Можно, конечно, скручивать вот так, просто крутить саму бусинку. Можно делать это вручную, подтягивать. То есть не обязательно, чтобы она была прям плотная. Ну, так, чтобы, ну, там, не знаю. Было похоже на один более толстый шнур. Повторюсь, я сегодня использую, конечно, карповый какой-то поводковый материал. Обычно у меня для этого просто есть толстый брутальный шнур какой-то в оплетке, который мне там достался на катушке с ЕБ. Я просто его использую уже сколько лет. Я никак не могу добить, потому что там больше 100 метров железно. Вот я подкрутил чуть-чуть, подтянул. Даже не до конца мне не обязательно. Все, теперь взял. Этой длины мне достаточно. И беру свою же застежку. Можно брать с вертлюгом, кстати, можно брать без вертлюга. Я раньше ловил без вертлюга. Оно, конечно, чуть-чуть больше подкручивает вот этот весь элемент монтажа. Но на вертлюжок все-таки иногда бывает, что при ловле двумя шнуровыми монтажами он может немножко здесь подзахлестнуться. Случается редко, но все-таки бывает. Поэтому можете попробовать как такой вариант, так и обычная застежка без вертлюга. Их, в принципе, на рынке мало. Можно взять такие, просто откусить кусачками, попробовать и так, и так. Ну и здесь тоже самое. У меня получается двойной шнур. Я беру его просто точно так же вяжу, как и в том случае. Чуть-чуть сложнее, потому что он сдвоенный. Ну, здесь достаточно сделать тоже там 4 витка. И, в принципе, можно их продеть просто вот в эту петлю. Даже в эту вторую можно не продевать, потому что уже более брутальный толстый вариант. Все, оставшихся два кусок берем и отрезаем. Ну, даже ножички ничего режут. И вот получился наш отвод, ну, который, в принципе, уже в готовом варианте вам показал. Ничего сложного. Примитивный достаточно монтаж, но эффективный. Именно вот этот монтаж в сочетании с фидергамом, который я уже показал, я сейчас использую на большинстве своих соревнований. Так как он простой, эффективный. Ну, я просто уже давно ловил и в него верю. И, надеюсь, вам он тоже понравится. В любом случае, я рассказал вам о всех монтажах. И, вроде бы, даже ничего не забыл. А, еще один момент. Если вы все-таки будете использовать кормушки, пули разных форматов, то здесь отводики нужно делать крайне короткие. Я уже об этом как бы говорил. Либо использовать просто монтаж без отвода, либо использовать реально короткие. Если вы поставите 7-сантиметровый отвод, вот я, грубо говоря, даже сейчас покажу, чтобы было нагляднее, то, какой вам нужен будет фидергам. Ну, вы уже прикинете сами. Вот у меня есть здесь навязанный какой-то фидергам, да? Вот. Это его стандартная длина. Ну, как мы понимаем, здесь петелька у нас на уровне с кормушкой. Это неправильно. Она должна быть ниже. То есть, хотя бы там сантиметров 5. Это уже достаточно длинный фидергам. И не факт, что прям такая амортизация вам нужна. Поэтому в этом случае либо вы укорачиваете коромысло, либо есть еще один вариант. Сейчас покажу. Долгое время я тоже ловил вот таким отводом. Я от него сейчас отказался, но есть очень много его поклонников. Даже там моим именем чуть ли его не называли. Это сдвоенный отвод. В случае, когда я уводил кусок фидергамма чуть ниже. То есть, его можно использовать действительно на вот этих монтажах, чтобы сократить вариант по фидергамму. Вот как оно будет выглядеть. Здесь и фидергамм получается вменяемый. Ну, длины небольшой. И в случае всяких перехлесток он здесь вот может перекрутиться. Но в случае, что он инлайн, получается, что во время поклевки он все равно всегда включается. И резинка у вас нормальной длины. Единственное, что он требует дополнительного узла. То есть, вы здесь его можете создать либо каким-то узлом на шук-лидер, либо восьмерочкой. Главное, чтобы он так ровно вот стоял. Многим этот монтаж действительно зашел, и они до сих пор им ловят. Я решил вам показать. Мало ли, может быть, захотите ловить. Я им ловил, допустим, на том же Кубке Дружбы 2018 года. И вроде как у меня получилось. Поэтому тоже имеет право на жизнь. Мало кто такое использует. Но сейчас вроде как бы поклонники есть. Поэтому можно тоже попробовать его применять. В этом случае он достаточно как бы тоже удобен и эффективен. Ну, и еще один момент, когда мы уже глубоко по монтажам зашли. Петелька или узел именно на фидергамме. Ну, понятно, что если мы используем там леску-шнур на обычном отводе, там все естественно, что в сторону петельки. Но на фидергамме действительно можно делать узел. И этот узел, ну, соответственно, уже поводок будет вязаться удавочкой. Плюсы и минусы. Ну, в принципе, узел, конечно, чуть поменьше. Я сразу скажу, использовал и то, и другое. Но сейчас остановился на петельке. У узла, в принципе, тоже особо минусов нет. Может быть, за исключением того, что если вы хотите применять толстые поводки, ну, условно, он, конечно, где-то может проскользнуть. Хотя, с точки зрения спортивного фидера, мы редко используем поводки там толще, чем 0,12. Поэтому и то, и другое имеют право на жизнь. Я повторю, что сейчас я остановился на небольших петлях, но какое-то время очень долго использовал и узелок. Поэтому пишите в комментариях, что вам больше нравится. Петелька или узелок. Расскажите о своих монтажах. Используете ли вы какие-то монтажи, которые я сегодня показывал, либо у вас есть свой. Нам тоже будет интересно это узнать. Я рассказал о тех монтажах, которые члены команды ZEMIX используют на соревнованиях. Надеюсь, вам было интересно. И мы продолжим дальше нашу рубрику ZEMIX ADVICE. Также пишите в комментариях, что бы вам было интересно узнать о таких вот нюансах, о аксессуарах. И мы непременно расскажем. С вами был Ваня Фрос. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!